С целью развития учащихся патриотических чувств и сохранения исторической памяти в нашей стране активно присваиваются имена учреждениям образования. В городе над Бугом 17 школ и гимназий получили имена военных и государственных деятелей СССР. Такая практика призвана развивать у современной молодежи интерес к изучению советской истории, формировать высокие моральные ориентиры и на основе героических поступков конкретных личностей. Эту традицию мы продолжим в нашем городе. Есть соответствующее поручение правительства Республики Беларусь и администрации президента Республики Беларусь для того, чтобы это стало одним из устойчивых элементов патриотического воспитания молодежи в нашей стране. Я думаю, что это действительно оправданная позиция. Делать школы именными, присваивать им не только имена ветеранов, воин, Великой Отечественной и других событий, но и ветеранов труда и других знаменитых людей, ввесших свой вклад в дело становления нашей страны как независимого государства. Сегодня в нашей школе проходит замечательное мероприятие, приуроченное Дню Защитника Отечества 23 февраля. Этот день по достоинству оценен в нашей республике. И сегодня в нашей школе состоится встреча ветеранов, героев, которые защищают нашу родину не только когда-то во время Великой Отечественной войны, но и людей, которые защищают их в мирное время. А также жены воинов, матери воинов, отдавших жизнь, отдавших свою судьбу служению нашей Родине. Единая литературно-музыкальная композиция, которую подготовили учащиеся и учителя учреждений образования, не оставила равнодушным ни одного гостя. Учащиеся подготовили видеоролики о героях, чьей судьбе вошли в историю города и страны. Являясь подполковником запаса, сегодня я уже ветеран органов пограничной службы Республики Беларусь. И меня, как человека, который прошел службу достаточно большой срок, прослужил почти 30 лет, пригласили на мероприятия, связанные с Днем Защитника Отечества. Поэтому очень приятно встретить тех, с кем проходил службу в свое время, познакомиться с новыми, с кем не приходилось раньше встречаться. И почувствовать гордость за нашу белорусскую армию, потому что рядом с такими людьми, которыми нахожусь я, есть уверенность в том, что наше государство будет под надежной защитой. В качестве благодарности за труд в верной стране каждый ветеран получил памятный сувенир о жены и матери военнослужащих, цветы и подарки. Василий Набуцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.